За одну ночь в конце марта сразу трёх жителей Туркестана, неизвестные прямо с подворья, похитили пятерых ослов. Вскоре селяне обнаружили разделанные туши животных во враге. Мы никак не ожидали, что на ослов кто-либо позарится, а потом просто оставляли их на привязи. А теперь видим, что это сделали именно люди. Скелеты лежат вместе, снята шкура. Если бы это были волки, они бы растощили кости по степи, да не успели бы всё так быстро съесть. Подобные сигналы полицейские Байдебекского района и Туркестана получали уже не в первый раз. Зарегистрировано более 10 фактов кражи ослов. В связи с этим была создана специальная следственная оперативная группа, нацеленная на раскрытие данного факта скатократства. И подозреваемых лиц задержали буквально спустя несколько дней сотрудники Байдебекского РОВД совместно с сотрудниками УВД города Туркестан. Пять человек на сегодняшний день задержаны, все они жители Казлардинской области, 1992, 1993 и 1967 годов рождения. Стоимость нанесенного ущерба оценивается примерно в полмиллиона тенге. Следователи не исключают причастность задержанных и к другим фактам скатократства. Это сейчас выясняется. В ходе следствия также будут устанавливаться точки сбыта, затем скупщиков будут устанавливать, со скупщиками будет работа вестись, знали ли они это похищенные скотины или нет. Если знали, то они тоже будут нести уголовную ответственность. По предварительным данным также известно, что похищенные реализовывались не только в Шимкенте. Некоторые внутренние органы ослов похитители продавали скупщикам из Китая. В Поднебесной якобы из ослиных органов делают специфические лекарства, увеличивающие мужскую потенцию.